из Paracuda Networks. Работаю здесь уже более пяти лет, в Австрии живу уже более 20 лет. И сегодня хочу поделиться с вас нашим решением архивации и резервного копирования, которые, как вы, наверное, знаете, часто не популярны, но, кажется, важные технологии. Перед тем, как мы начнем еще коротко о структуре, если возникнут какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чате, а также в конце презентации мы уделим, конечно, время, чтобы ответить на ваши вопросы. Так что посмотрим, о чем он вам сегодня говорить будет, немножко в детали. Значит, сначала начнем с небольшого обзора, несколько чисел по теме архивации и резервного копирования, потом какие задачи выисходят из этого, представим наше решение, покажем вам функционал наше решение, поделимся несколькими сценариями использования наших клиентов, и потом представим демонстрацию устройств, и в конце будет розыгрыш приза, где мы зададим вопрос, и кто на это первый ответит, получит небольшой приз от нас. Так что будьте внимательны. Если посмотреть на числа писем, то в глобальном, как видно, почти 200 миллионов писем электронной почты было в 2015 году, в 2012 это поднялось на 212 миллионов, и так это в 2018 году мы ожидаем около 200 тысяч 28 миллионов писем. В глобальном истории, конечно, большая часть электронных писем, эмейлях идет в коррективистике или в секторе бизнеса, ну и, конечно, частный сектор пользуется также этим, но он не так растет. Ну, как вы знаете, электронная почта – это самый сутевой продукт или сутевая функция сегодняшнего бизнеса. Очень много коммуникаций базирует на электронной почте. Что это значит, если это как бы разделить на компанию? Если так посмотреть по статистике, со всеми рекламами, может, к спемами, которые проходят, один пользователь получает около 122 письма. Если это посчитать на среднюю компанию с 500 сотрудниками, это выходит на 8 гигабайтов в день. Что это значит? Будет в год пространство занято на 3-3 терабайта. И если по зависимости от законодательства посмотреть на период хранения, на 7 лет это выходит на 21 терабайтов. И это уже такое серьезное количество памяти для почтового сервера. Еще приходит одна задача – это что у нас разнообразные платформы. Тенденция, особенно в Европе, идет мигрироваться в 8 из 365, допустим. Конечно, многие компании все-таки остаются на Exchange On-Premise или даже пользуются Lotus Notes с другими серверами. Google Mail, а также некоторые берут и мигрируют все данные, не только электронную почту, а даже их инфраструктуру в Amazon Web Services. С этим выходит задание, что все равно, где наши данные находятся, проблемы остаются одни и те же. Одни – это, конечно, повреждение данных с точки зрения особенно писем. Ну и также файлов – это законодательское регулирование, что какие-то документы должны, конечно, держаться на какой-то срок. Также, если посмотреть на вирусы вымогателя, файлы могут быть зашифрованы и таким образом уже поломаны. И, в конце концов, человеческие ошибки, где, да, как-то быстро получило стерфайл. И как раз в сферах, в облачных сферах, как Office 365 или Amazon Web Service, они фокусируются на доставку данных, а не на долгое хранение. И чтобы достичь и закрыть, как бы, законодательское регулирование и также решить человеческие ошибки, если кто-то бы стер файл, который нужен был, налили письмо, которое было важно, надо, как бы, дополнительное решение. Я думаю, мы все знаем вирусы вымогателя, которые могут зашифровать наши файлы. И даже если подумать о облачных сферах, если вы синхронизируете эти ваши важные данные на ваш лэптоп, на ваш компьютер, то все-таки вирус-вымогатель может зашифровать их. И эти зашифрованные файлы также синхронизируются в облако. И таким образом также в облаке они налифрованы, поэтому невозможно пользоваться. Что, может, не видели, а что также существует, это фишинг, которым атака может зашифровать та же ваша письма или электронную почту в облачной сфере. Если посмотрим сюда, пришло как бы письмо, которое говорит о новой спе. Функция Microsoft, это email-белфишинг, передается на пароль, на логин. Она спрашивает несколько прав. И для решения спема это полностью нормальные запросы по уровню прав. Передается это. И вот в этот момент как раз случилось. Сделали ошибку, где, в принципе, передали так называемый O-authentification-token хекеру, и у него сейчас есть полный доступ на ваши письма в облаке. Да. И как здесь видите, сейчас все письма зашифруются. И также вам приходит как бы запрос заплатить вымогателю. Так что чистая миграция в облако не решает проблемы, с которыми мы сталкиваемся на premise. Посмотрим на протфель нашего решения, и что мы здесь в этом можем представить, чтобы защитить вашу инфраструктуру все равно, где она находится, в вашем дата-центре, в вашем СОДе или в облаке. Для архивации электронной почты предоставляем месседж-архива в железном, виртуальном, в форм-факторе. И МОМО также можно поставить на Amazon Web Services. Или предоставляем это также на как наш Software as a Service. Это CAS. Ну, конечно, если вы партнеры, у вас клиенты, вы можете это как бы предоставить как SAS вашим клиентам. Для резервной копии предоставляем это тоже в железном и виртуальном форм-факторе. Как вы знаете, резервная копия, надо хранить копию еще где-то в географической независимой точке или отделенной точке, чтобы при аварийной ситуации, если мой СОД все сломалось, все сгорело, пожар, допустим, у меня была еще одна дополнительная копия где-то это. Это можно делать, как бы это можно синхронизировать в Amazon Web Services, допустим, чтобы как бы на БК подойдется в отдаленной точке. Но об этом чуть позже подробнее. А также для защиты файлов или SharePoint Exchange Online и OneDrive в Office 365 представляем тоже наше решение как бэкап, как сервис, который как бы прямо из Office 365 бэкапирует данные в нашу инфраструктуру. О чем еще хочу коротко рассказать, это наше решение PST Enterprise. Оно собирает, находит PST-файл, собирает их и может их импортировать. Что часто заметно, особенно если идут проекты, миграции с Exchange, может на новую версию, или с Exchange в Office 360 или в другой почтовый сервис, что это в части этого проекта спорка и архивация PST в одной центральной точке, тоже одно из запросов заказчика. И это можно очень просто осуществить решением PST Enterprise. Посмотрим на функционал резервного копирования. Наше резервное копирование покрывает backup Windows сервера, виртуальных серверов, как VMware, Hyper-V, Nutanix и так далее. И Exchange SQL сервер через агентов, даже для Linux и для macOS есть. Агент, чтобы их покопировать. И это можно как бы покопировать на нашу железную форм-фактор. Есть Encrypted Appliance, значит, там данные, которые бы копировать сюда уже зашифрованы, или на виртуальное решение. И Office 365, это, как сказал, можно прямо бы копировать в наше облако. Для репликации, чтобы была как бы копия вашего бэкапа, это можно опять синхронизировать на нашу Appliance в железном или виртуальном форм-факторе. А также это можно передавать, также синхронизировать в наше облако. Или со своим ключом шифрации, значит, данные будут зашифрованы вашим ключом, для доступа у нас для них нету с точки зрения compliance. И также это можно передавать или в Amazon S3 Storage. Хорошо, конечно, всегда иметь бэкап, резервную копию, но когда в аварийном случае, тоже важно, конечно, восстановить быстро. Хочу привести несколько примеров, как это можно сделать нашим решением. Если при поломке сториджа, можно, в принципе, провести live boot, значит, как бы к SX-серверу подключается наш бэкап напрямую, и виртуальные машины как бы стартуются прямо с нашего бэкапа, не надо это копировать, значит, какие-то сетевые ограничения здесь не влияют. Таким образом можно быстро восстановить машину, виртуальную машину. Если вся инструктура садится, то есть возможность, если это синхронизируете в наше облако, эту виртуальную систему как бы поднять в нашем облаке, у вас будет тогда доступ по публичному API-адресу, вы можете к ней подключиться, VPN подстроить к вашей системе. А еще даже намного интереснее, это если вы синхронизируете это в Amazon Web Service. Таким образом это можно как бы поднять в Amazon Web, в веб-сервисов, как и AMI, и как бы ваш дата, ваш сот восстановить в Amazon. так, для бэкапа физического и физических серверов вы можете это тоже прямо напрямую восстановить виртуальную сферу. Да, и это что ITC как бы нас тут с этой точки зрения тоже поддерживает, а у нас самое большое количество целевых систем резервного копирования, которое было выслано или продано нашим клиентам. в принципе по двум причинам, по разнообразностью, что поддерживаем в виртуальной, поддерживаем физические сферы, значит, и даже облачные сферы, как Office 365. с этой точки зрения одним решением у клиента можно закрыть все его требования, а во-вторых, мы просто, наши системы начинаются более-менее, уже гораздо маленького размера, одного терабайта, и идут до 112 терабайтов. Значит, там от маленьких компаний до более-менее крупных компаний можем как бы предоставить решение. Посмотрим на архивацию электронной почты. Как уже сказал, поддерживаем опять с этой точки зрения разные сферы. Exchange, Office 365, Google Cloud, также Lotus Domino. Система опять предоставлена в железном и в виртуальном, и в облачном форм-факторе. Также можно как бы наше облако подключать к системам для расширения предоставленной памяти. Ну, что еще важно, я считаю, в архивации, это также доступ к клиентам. Конечно, можно искать и доставать свои имели, свои письма через веб-интерфейс, а также для пользователей, чтобы как бы все можно найти про привычки. есть интеграция, конечно, с Outlook. И также предоставляем тут мобильные аппликации для iOS или Android. PST Enterprise – это решение для, чтобы найти PSTs, как бы импортировать их в большом масштабе. коротко рассказать, какая ситуация обычно, разные сервера, клиенты, на котором лежат PST, клиента автоматически обнаруживает, для клиента, для инсталляции, его не надо никаких дополнительных прав, он работает как бы в раме, мало потребностей на ресурсы, находит PST, собирает их и может тогда определить, кому принадлежит какая PST, и потом взять их и автоматически импортировать. Опять или к нашим решениям архивации, или напрямую в Exchange или Exchange Online, или просто копировать на какой-то сервер. И в конце концов может убрать эти PSTs из вашей инфраструктуры, которая, кстати, тоже уменьшит масштаб или объем вашего резервного копирования. Один из примеров из наших клиентов, он идет из строительной индустрии, из строительной сферы. Какие были задачи у клиента? Это оптизионализация, хранение данных на сервере Exchange, значит, чисто архивация электронной почты. У него была очень распределена инфраструктура, значит, центральный офис был здесь, в Австрии. Очень маленькое, большое количество маленьких офисов распределено во всей Европе. Связана с этим была очень сложная структура Active Directory, но которая не представила нам никакой проблемы. Был также важен, конечно, доступ для пользователей. Если, кстати, смотреть на нативное хранение Exchange Online, Exchange или Exchange Online, там как бы есть тоже два решения, две стратегии. Одна это как бы архив, онлайн архив, где пользователь может, есть доступ для своих писем, но он их также может и стереть. Значит, с точки зрения законодательного хранения, это может появиться проблема. А также есть так называемый legacy, вот, допустим, в Exchange, где пользователи недоступны своими письмами, конечно, тогда не может стереть, но этим образом, когда тогда выполняем задачу законодательного хранения. Мы в нашем решении, в принципе, объединяем эти стратегии. пользователь всегда может есть доступ к архивированным письмам, но он их не может стереть или изменить, так что законодательственное хранение также, задача эта также выполняется. Да, поскольку все системы были распределены и по Европе, там также были разнообразные политики хранения с точки зрения законодательственных регулировок и также высокая доступность системы. Для решения пришло две штуки БМА 950, две штуки, потому что для высокой доступности. клиент после их внедрения клиент сообщил где-то разгрузки сервера и снижение оперативной стоимости где-то на 60%. Установка системы у нас вышла за один день и потом еще сделали один час тонких настроек, значит достаточно крупная и сложная САД-инфраструктура. могли внедрение само было сервисы для внедрения были гораздо низкие. Что было еще замечено это сниженное время аварийного восстановления сервиса Exchange сервера, поскольку уменьшили объем его памяти или базы данных имели в этом же также и улучшили или улучшили время восстановления. И в конце концов простой и быстрый доступ к электронной почте. Это могу вам еще показать под конец презентации в live демонстрации. Другой пример для решения пэкапа за резервное копирование для сетей отелей. Какие задачи пошли у клиента. Была опять распределенная инфраструктура опять по всей Европе отели. В отеле они пользовались бесплатной лицензией ASICS ASO VMware. Так что у них пошли высокие затраты на бэкап разных систем. До этого они пользовались backup EXIC допустим. Значит платили как бы за каждого клиента. Мы ограничаем наш бэкап чисто на размер, на объем размера. данных. И еще одна задача была или проблема это отсутствие технического персонала в отеле. Мы обеспечили эти отели где-то 25 штук разными моделями 290 или 490 это где-то размером с 2 на 6 терабайтов. конфигурация была plug and play поскольку наш appliance интегрируется в центральный клауд контроль. Его как бы приконфигурировали и в отеле они чисто подключали сеть и нет свое и и все. И уже сам контроль шло через нашу центральную точку управления. Таким образом они сократили стоимость где-то 1000 до 3000 долларов на один отель, поскольку не надо было покупать настоящую лицензию SXI, не надо было платить за агента и также значительно сократили оперативные расходы. Так, переходим в демо, демо покажу вам как это все выглядит. И мы сейчас подключены в нашему облачному сервису для архивации в железном и виртуальном форм-факторе у него предоставляется такой же функционал. Значит, что мы видим здесь для внедрения? Мы это делаем через журналы. Если подключены к офису 365, то можете просто выполнить скрипт. Он этим скриптом конфигуруется вам в журнале правила. И тогда как бы все письма, которые приходят вам в офис 365, копия идет на наш архив. Также предоставляем тут, допустим, автоматический скрипт для Exchange 2013, конечно, новые версии 2016 или старые версии 2010 также поддерживаются. Значит, после этого внедрения у вас как бы каждое письмо, которое приходит, копия идет на башусь на архив, но также есть возможность уже те письма, которые уже пришли или лежат на вашем сервере, их импортировать. Это можно сделать через email импорт. Опять подключаете ваш Exchange сервер и импортируете это для всех пользователей или для только для какого-то адреса или для distribution list. также возможно синхронизировать это все. Все остальные данные, которые находятся в Outlook, как термины, контакты, задачи и notes. И что всегда советую делать, интересно особенно для пользователей, это синхронизация структуры в Outlook. Значит, ту структуру, которую пользователь пользуется в Outlook, также будет синхронизироваться в этом архиве. Приключаемся сюда. Вот как это будет видно с точки пользователя. пользователя несколько возможностей искать архив. Если посмотреть здесь, как сказал, если синхронизировать структуру папок, то пользователь также может в архиве искать по, допустим, своим папкам или также видно, тут, допустим, импортированные пестии также лежат в архиве со всей информацией и с полной структурой, их структуры. отсюда это первое тип или первая возможность искать письма. Находим результат, просто открывает и может тогда письмо передавать. Есть еще вторая возможность. Весь архив, особенно для пользователей, которые много на дороге, могут это полностью синхронизировать. Я могу сказать, окей, мой архив буду синхронизировать, допустим, в какое-то количество день, или на все весь архив. Это можно, кстати, устраивать через KEOPD, чтобы эта политика выстроена на всю домену. если добавляем этот архив так, то пользователи могут как бы видеть ваш свой архив так же, как вы знаете из PST файла. Но это автоматически синхронизируется с вашим активным архивом, с вашим активным почтовым ящиком. А также еще есть InstantSearch, где вы можете ваш архив искать как бы нативными способами через Outlook. Кстати, если сравнить вот этот offline архив, это offline синхронизация, если опять посмотреть на нативный архив Office 365 или Exchange, on-premise, то он предоставляет только онлайн архив. Значит, надо подсоединение с интернетом, а мы как бы можем это полностью offline синхронизировать и даже если пользователь где-то сидит в самолете и у него нету доступа к интернету, он также может с ним работать. Так, это с точки зрения архива. Посмотрим на backup. Может одно слово еще скажу к архиву, особенно когда идет миграция к Office 365. Это просто преимущество иметь как бы независимую стратегию, я все мои письма храню, то что если когда-то придет решение изменить изменить вендора почтового сервиса через Office 365 идет Google mail или опять обратно на premise, то ваши письма просто независимо от какого провайдера, они как бы у вас. посмотрим на решение backup и вот как тут видите здесь подключено наша система backup на premise сразу обличными системами VMware SQL серверы IPV системы а также Linux агенты и классически здесь можете определить куда вы эти данные реплика или в наше облако или в Amazon или просто на другую на другой бокс на другой appliance для восстановки предоставляются разные возможности значит можете опять идти в вашу систему допустим и восстанавливать SQL сервер или или чисто разные данные из файла из вашей системы как сказал также есть возможности виртуальных систем VMware поставить live put или если синхронизируете это в облако также можете сделать cloud live put значит добавить вашу раз раскрутить виртуальную машину в нашем облаке или восстановить ее в Amazon Web Services для Office 360 PackUp это выглядит так же с одной разницей что тут конечно никакой уже установки на premise не нужно это как бы идет напрямую с облака Office 365 на облако на наш облако которое кстати стоит в Франкфурте в Германии значит под европейским законодательством и как вы видите Cloud Backup мы поддерживаем OneDrive Exchange Online SharePoint установка тут очень простая чисто подключаетесь выбираете какой тип передаете URL и сервисового пользователя который имеет право бэкапировать эти данные да и как в каждом классическом бэкапе говорите когда их хотите бэкапировать значит создаете ваше расписание и здесь можете сказать как долго хотите вы эти данные хранить и облачное облачное наш пэкап облако значит для офиса 365 оно чисто идет не по размеру данным а по количеству пользователя значит с размером данным и с количеством ревизии которые вы хотите держать можете быть более-менее широкими да для восстановления это идет так же и вот если можно такое представить себе такое сценарио где какой-то вирус вымогатель допустим зашифровывал весь аккаунт просто возвращаетесь на день говорите этот аккаунт мне попался хочу его восстановить и восстановляете его на оригинальное логическое 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 Так, приходим под конец презентации. Хочу поделиться еще с вами с ресурсами, которые мы можем предоставить. Как всегда, найдете нашу информацию на нашем веб-сайте. Также на кампусе предоставляем курсы для архивации, для пэкапа. Да, и, конечно, если возникнут уже какие-то точные вопросы, будем рады, если вы с нами свяжетесь или со мной по этому адресу, или с нашей группой, или с нашим дистрибутором, у которого тоже сертифицированные инженеры, которые вам поможут и поддерживают в ваших проектах. Да, под конец вопрос для нашего суньера. Как называется наше решение для спорки и находа PSD-с файлов? Это не совсем правильно, нет, Иван? Хотела обратить внимание, что сейчас разыгрывается крутой рюкзак от Barracuda Networks. Спасибо. Спасибо. ПЕСТИЕНТЕРВА СТИНИСТА, правильно? Отлично, у нас есть победитель. Денис, мы свяжемся после вебинара с вами. Коллеги, если у вас есть вопросы по онлайн-сессии, пожалуйста, вы можете сейчас задать. Или же вы сможете написать позже. Денис, мы увидим, что мы привязываем на